Мы находимся в доме моего отца. Так радостно быть с папой. Я так сильно воодушевлен по поводу того, что Бог показал тебе видение относительно второго пришествия Господа. Бог передал это видение, и я уверен, что вы внимательно смотрите наши передачи. Недавно Бог дал моему отцу пророческое видение, и мы называем его призывом к пробуждению. И оно связано со вторым пришествием Христа. Оно относится к церкви, оно относится к еврейскому народу, оно относится к народам на земле. И он поделится этим посланием по телевидению по всей этой нации. Вечером он позвонил мне снова и сказал, что Бог проговорил к нему снова. И это стало продолжением видения, и мы взяли все камеры и приехали к нему домой. И что же Бог конкретно проговорил к тебе? Мы будем первыми, кто услышит это послание. Даже я впервые его услышу. И я так сильно воодушевлен. О, Ричард, спасибо, что вы приехали. В первой части видения Бог показал клубы дыма над городом Нью-Йорком. Кровь, курение, дым, огонь видения. И затем дым распространился над восточной частью Америки. И после он распространился до краев земли. И в целом это видение является знамением. И оно связано со второй главой книги Деяния. Вторым пришествием его сына, Иисуса Христа. И Бог говорит во второй главе, В последние дни Он изольет Дух Свой на всякую плоть. И все эти годы знал это место из Писания. Но кое-что привлекало мое внимание. Там написано «на всякую плоть». И кто не останется вне этого излияния. И Бог говорит, что будут пророчества, что Он покажет знамения на небе и на земле. И я увидел это знамение. Я услышал его. И я увидел его. И оно вошло в мою внутренность. Он сказал, «Мой народ не готов ко второму пришествию моего сына». Евреи не готовы ко второму пришествию моего сына. Народы на земле не готовы ко второму пришествию моего сына. И я вижу определенное знамение. Каким-то образом глаза каждого и уши каждого человека увидят и услышат такого рода знамения. Но мы также еще кое-что увидим. То, чего не слышали и не видели раньше. И это знамение даст понимание о втором пришествии моего сына. Я никогда раньше не слышал подобного. Эти слова вошли в мою внутренность. Бог дал это видение, и я наполнился им. В этом видении Бог показал следующее. «Я начинаю удалять всякую духовную слепоту с глаз моего еврейского народа». Он сказал, что слепота не будет удалена полностью. «И видение Бог показал мне город Иерусалим, что там прямо сейчас есть группа евреев. И они собираются вместе на постоянной основе. И они говорят друг другу, «Мы пропустили первое пришествие Сына Божьего, Мессии, но мы не собираемся пропустить второе пришествие». И Бог говорит, «Я даю этот призыв к пробуждению для тела Христа, для евреев, для народов по всей земле, потому что когда наступит второе пришествие, произойдет восхищение моего народа, и миллионы, сотни тысяч останутся и переживут правление Антихриста. И они будут говорить Богу, «Почему ты не предупредил нас? Если ты любил нас, почему ты тогда не сказал нам? Почему ты не показал нам этих вещей раньше? Что, прости? Ты не показал нам раньше? Да, почему ты не показал нам такие знамения? И Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты сказал моему народу о знамении, которое я показал тебе, чтобы народ начал понимать эти вещи». Он сказал, «Мои проповедники не учат о втором пришествии. Мой народ ничего не знает о втором пришествии или совсем немного знают о нем. И евреям не говорят о нем. И у народов с земли нет знания о втором пришествии. Второе пришествие что-то изменит. Оно изменит все человечество, землю, небеса. И во время второго пришествия и он вернется в теле, физически на землю, чтобы сотворить новые небеса и новую землю, все будет сотворено новым». И Бог сказал, «Мой народ не готов. И я должен поделиться призывом к пробуждению. И поэтому я делюсь этим видением всюду и по всей Америке. И есть люди, которые в наши дни просто даже делают для себя копии этого видения. Один человек когда я начал делиться этим видением на телевидении, он позвонил мне. Даже своих детей он разбудил ночью и спросил, «А вы готовы ко второму пришествию Христа?» Я думал, что первое видение было окончательным. Но несколько ночей назад я крепко спал. Было 4 часа утра. И вдруг я почувствовал, что что-то подтолкнуло меня встать с постели. И Господь начал говорить ко мне снова. И Он сказал, «Сейчас я призываю к пробуждению и это касается второго пришествия моего Сына Иисуса Христа». Я буду говорить вам о двух вещах, и они должны произойти. И они сейчас не происходят пока что. Во-первых, я буду говорить с тобой о долгах моего народа. О том, что мой народ находится в долгах. На самом деле. И это препятствует второму пришествию. И вторая вещь, о которой я буду говорить тебе, относится к тому, что я буду совершать в их финансовой сфере. Потому что без денег вы не можете достигнуть нации. Он сказал, «Когда я вошел в свое служение на земле, я пережил крест и силу воскресения. Я призвал своих учеников. Я дал им повеление идти и научить все народы. Я хочу, чтобы вы шли по всему миру и проповедовали Евангелие, каждому творению. И я знал об этом из Библии всю свою жизнь. И я понимал эти вещи. Но в этот раз все было по-другому. Все народы... Знаете, я в служении уже многие годы. И я проповедовал по всему лицу земли. проповедовал Евангелие. И многие люди, проповедующие Евангелие народам земли, совершают великую работу. Но их малое число по сравнению с числом верующих в Америке. И здесь большие возможности. И я высвободил Евангелие отсюда. И число верующих большое, если сравнивать. И он сказал, они должны пойти. И они должны начать проповедовать Евангелие всему творению. Нельзя позволить кому-либо погибнуть. И вы должны учить о втором пришествии Моего Сына. И Бог сказал, что есть два основных из самых больших препятствий. Первое, это то, что Мой народ стали светскими людьми. И у них есть финансовые обязательства. И они не усматривают деньги, которые я приготовил для них. Потому что без денег нет церкви. Даже поместная церковь не может функционировать. И они не могут пойти до краев земли без денег. И у большинства из них на самом деле нет таких денег. И это препятствие должно быть разрушено. И его руки коснулись моих плеч. я почувствовал сотрясение. Я почувствовал себя ребенком маленьким. И он сказал, ты помнишь это место из Писания, которое написал апостол Павел? Не оставайтесь должными. Я помню это место из Писания. И затем еще одно место в Римлянам, 13 глава, 8 стих. Не оставайтесь должными никому ничем. И Бог сказал, мой народ в долгах. Он сказал, это происходит в стране из-за кредитных карточек. И это разрушает народ в финансовой сфере. Он сказал, если есть одна кредитная карточка и оплата счетов без долгов, без процентов, это одно дело. Но когда у вас 5, 10, 15 кредитных карточек, и вы ими не оплачиваете счета, все это тогда накапливается, и вы погружаетесь в долги, которые вы не можете покрыть. И поэтому люди начинают терять свои дома. Они начинают терять свои автомобили. И когда они теряют свою работу и не могут найти новую, то долг вырастает до таких размеров, пока они становятся настоящим бременем, и огромная тяжесть ложится на разум. И это обворовывает их в том, чтобы они увидели мою славу. Это обворовывает их в том, чтобы они переживали мое присутствие. Обворовывает их в том, чтобы они применяли свою веру. И народ мой уже не думает о втором пришествии Христа. Они думают лишь как протянуть этот месяц, как протянуть одну неделю, или как протянуть этот день. О, мой народ погружается в рабство, и оно их разрушает. И они не думают о втором пришествии моего сына, и их разум не направлен на ожидание второго пришествия. Они не говорят о нем, они не ожидают его, и они ослабевают. Все эти вещи отвлекают, отвлекают их от второго пришествия Христа, и их разум настроен на другие вещи. У меня была знакомая и у моей жены. У нее был ребенок. он умер. Она потеряла мужа, и она хотела выучиться на медсестру. Она переживала трудные времена, и она приобрела кредитную карточку, пошла не тем путем. И потом она приобрела вторую и третью карточку, и ей их предлагали и предлагали. Потом дошло дело до целой дюжины карточек. И когда она пришла к нам, проценты по кредитам были уже 7 тысяч долларов. И эти все вещи остановили ее в том, чтобы она двигалась вперед. Она уже должна была тысячи долларов, и она перестала ходить в церковь, перестала читать Библию, перестала жертвовать. Она прекратила отношения с Иисусом. Я и моя жена начали наставлять ее по поводу кредиток. Если у вас есть одна, пусть и будет одна, остановитесь в том, что есть, и она погрязла в долгах, она не могла оплатить их. И с каждым месяцем она погружалась все глубже в долги. и она уже была вне себя от этого долга. И небеса говорят, и Библия говорит, нет долгу. И мы начали ей говорить, чтобы она вернулась в церковь, чтобы она начала слышать Божье Слово. И она снова начала читать Библию. Она вернулась в церковь, туда, где она росла духовно многие годы до этого, и она возобновила взаимоотношения с Богом. Она порезала эти кредитные карточки, и на самом деле все свои кредитные карточки. она начала откладывать деньги, чтобы оплатить долг по кредитным карточкам, и она все выплатила. И сейчас она нашла прекрасного мужа Божьего, который хочет жениться на ней и дать ей дом. Она выплатила все долги по кредитным картам полностью. Она никому уже ничего не должна была. у нее новая жизнь. И у нее новая жизнь, Ричард. И об этих вещах говорил со мной Иисус. Пусть мой народ не будет должен никому ничем. И была одна семья, которая выплатила свой дом. Они сами выплатили его. И когда вырос процент, они пошли в банк, чтобы дополнительно профинансировать свои небольшие погашения кредита. и потом они снова пошли, чтобы свои небольшие выплаты дополнительно профинансировать, которые были расписаны на будущее. И затем что-то произошло. Они потеряли работу. Женщина не могла работать, так как должна была заботиться о детях. И теперь семья переживала ужасный позор. потому что они не могли выплачивать за дом. И они потеряли свой дом. И они пытались найти другое жилье. И, конечно же, они были семьей, которая ничего не знала о втором пришествии Иисуса Христа. Иисус сказал мне, что это целый кризис в его царстве. Потому что у его народа нет денег, чтобы выплатить долги. И достаточно денег не может прийти в тело Христова, прийти в церковь. Нет достаточно денег, чтобы нести Евангелие до краев земли, чтобы проповедовать каждому творению. И прямо сейчас есть перебой в моем царстве. И он касается денег. Во-первых, во-первых, есть неправильное употребление денег и огромные неоплаченные долги. Я сказал Господь, я и моя жена выплатили дом, который мы арендовали. Мы должны были выехать из него или выплатить. И мы выплатили все, что могли. мы выплатили его. И мы приняли решение, что если будут дополнительные деньги, то мы будем делать два платежа вместо одного. И даже максимум три платежа. И мы все-таки выплатили свой дом. И уже не было процентов. И я поделился этим с одним человеком, который дополнительно платил за свой дом. И он поднял уровень платежей за проценты. Он сказал, хорошо, я так сделаю, чтобы все уже выплатить полностью. Я спросил, а что ты будешь делать, если что-то произойдет с тобой или твоей работой? Если что-то произойдет с тобой или твоим ребенком или женой? Произойдет финансовая проблема, у тебя не будет денег, и ты не сможешь платить, и ты потеряешь свой дом, что ты будешь делать? Я сказал, если что-то случится со мной или моей женой, наш дом выплачен, наша машина выплачена, мы не должны никому ничего. И он ответил, хорошо, у нас дом с пятью комнатами, с двумя спальнями, не шикарный, но очень хороший дом, тогда новый нам и не нужен. Но в любом случае я сказал, если вы его не сможете выплачивать, то у вас вырастет бремя, он станет определенным давлением, оно будет влиять на ваше сознание, и наша внутренность раскрывается с того момента, когда мы начинаем процветать на личном уровне. И у нас полностью не было денег, у нас на самом деле их не было. Деньги мы жертвовали на служение, мы строили университет Урала Робертса, и всякий раз у нас была нужда, у нас были сбережения, я помню, но я также помню момент выплаты долго. Время было сброшено сердцем, но многие переживают вторую вещь, о которой Иисус говорил со мной. Иисус говорил со мной, Он сказал, ты помнишь книгу Малахии 3.10, не так ли? Я ответил, о да, помню. Он сказал, ты знаешь, что большинство Моего народа не дает десятину. Я сказал, принесите все десятины приношения в дом хранилища. Я думаю, что нужно прочитать этот стих, потому что Он сказал, большинство Моего народа считает, что этот стих их не касается. И у них такая борьба в их финансовой сфере. Я дал им десять процентов, на которые должно проповедоваться Евангелие. Если у них есть достаточно времени получить один доллар, чтобы они сделали, если бы осталось только девятнадцать долларов, как я могу это сделать? Он сказал, многие мои пастыря говорят людям о десятине, но они не объясняют им о том, что я могу сделать в качестве воздаяния, и как это может поставить их в новую позицию, что они не только будут поддерживать мою работу, и Евангелие было бы послано ко всем народам, каждому творению, и приготовило бы народ Божий ко второму пришествию Христа, и не только эти вещи, но я также смог бы дать им мудрость в финансовой сфере. которое у них никогда не было ранее. Он сказал, «Открой свою Библию и внимательно прочитай. Пусть народ Божий услышит это послание». Некоторые слышали его ранее, многие вообще не читали его. И вот книга Малахии 3 глава 10 стих. Здесь говорит Сам Бог. Здесь Сам Бог говорит. А Орел Робертс слушает. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня», говорит Господь Саваоф. «Испытайте меня», говорит Господь Саваоф. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас. Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные или ваш доход. «И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «Все совершится по сезону с гармонией во всем, и блаженными называть будут вас все народы». Все народы. Он сказал, что есть три вещи в этом отрывке. И он сказал, «Я хочу, чтобы мой народ услышал призыв к пробуждению, и первая вещь, я открою отверстия небесные, но я хочу напомнить вам, что я не шлю деньги с небес». Он сказал, «Я открою отверстия небесные, небесные врата, и залью благословение до избытка, что не будет места, чтобы вместить его. Я не сказал, что деньги будут изливаться с небес на вас, потому что земля и так принадлежит мне». «Мне принадлежит золото и серебро на земле, мне принадлежат стадо и поля, мировой системе не принадлежат деньги, мне принадлежат деньги, и мой народ принадлежит мне, но они не понимают на самом деле, кому принадлежит земля, и деньги приходят с земли, они не приходят с небес». И он сказал, «То, о чем я говорю, те благословения, которые вы не можете получить без меня, это идеи, концепции, понимания». И Бог сказал мне об этих вещах еще 4 года назад. И он напомнил мне об этом. Он сказал, «Ты начал учить и проповедовать, и потом остановился». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты сказал проповедникам в моей церкви. Насколько же важна поместная церковь? Насколько важно, чтобы она была более вовлечена в том, чтобы нести Евангелие народам? Вовлечена в проповедь Евангелия каждому творению, вне поместной церкви, вне города или региона, в котором она трудится для меня». И я спросил, «Как же насчет идей, Господь? Как же работает идея? Все сотворено в этом мире, кроме идеи». И он сказал, «Я открою окна небесные, когда вы принесете свои десятины. Я хочу, чтобы вы знали, что это не просто деньги. Они представляют мое господство. Они показывают, что я владею всем. Они показывают, что вы не принадлежите себе, но принадлежите мне. Прославляйте Господа в телах ваших, в сердцах ваших. Говорится в первом послании Коринфянам 6 главе, апостол Павел пишет. Он сказал, «У меня есть так много идей, которые я могу дать моим людям, и дать их определенным людям, причем постоянно. Он напомнил мне о моей жизни, о тех идеях, которые он дал мне. У меня их вообще не было до того, как я начал давать десятину. Но я сначала не понял, что это связано с десятиной. Я какое-то время давал десятину и не ожидал воздаяния. И было время, когда я вообще не был счастлив от того, что я давал десятину. Потому что меня научили, что если я дам десятину, то ничего не получу взамен. Ты не должен ожидать воздаяния от человека, которому ты жертвуешь. Ты должен ожидать воздаяние от Бога, которому принадлежит все. И у меня было непонимание в этом вопросе. И было время, когда я не был счастлив. Я не был счастливым даятелем десятины, но я продолжал давать десятину. Но затем Бог начал изливать идеи на мой разум. Те вещи, которые я никогда бы не понял без него. Построение университета. Меня никто этому не учил. Никто из людей не говорил мне об этом, как это делать. Это университет Орала Робертса на пять тысяч студентов. И возле меня сидит второй президент, мой сын, Ричард Робертс. Я получил идею, концепцию. И понимание, что делать. Понимание, как нести силу Божью моему поколению. Понимание, как поделиться с миром и церковью откровением, что Бог добрый Бог. Что семя, семя, которое вы сеете для Бога, которое является вашей десятиной и ваше пожертвование. Бог умножит вас даянием. Я раньше не знал об этом. И Бог дал мне идею. И вы можете посмотреть на бизнес, и Он представляет собой идею человека. Все, что вы видите, было идеей. И многие люди, которые переживают финансовые трудности, у них нет идеи, как выбраться из нее. У них как блокировка на разуме. Их разум заблокирован. И большинство из них, Бог ясно показал мне, не дают десятину. Они боятся до смерти, а до 10%, потому что они думают, что Бог что-то забирает у них. И Он сказал, они не понимают, что именно Мне принадлежит золото и серебро, что именно Мне принадлежит земля, что именно Мне принадлежат стадо и поля, что именно Мне принадлежат все работы, что Я могу направить их к лучшей работе. Именно Мне все принадлежит, а не человеку, именно богу и он сказал во первых я хочу чтобы вы начали давать десятину и начали ожидать идеи от бога концепции и понимания многие из тех кто дает десятины сегодня начали бизнес когда они потеряли работу или поменяли работу к ним пришла идея бог дал им идею и я верю что бог даст вам идею тоже когда вы начнете давать десятину и вы будете смотреть на бога как на свой источник бог сказал я только что читал вам я запрещу пожирающим истреблять у вас пожирающий это враг дьявол который хочет украсть ваши деньги он хочет забрать то что бог хочет дать то что бог контролирует потому что если он заберет это из ваших рук тогда вы станете частью системы мира вы становитесь частью системы мира системы кредитных карточек и она погружает сотни миллионов людей в долги и это в конечном итоге приводит к проклятию я хочу сказать вам это очень серьезная вещь бог может проговорить к вам и дать идею и вы можете начать двигаться финансово в другом направлении это так просто скажем у вас есть 10 долларов и вы идете в магазин посмотреть и импульсивно вы видите то что вы хотите приобрести и одно дело посмотреть на 10 долларов и посмотреть на то что вы хотите приобрести импульсивно и сказать у меня останутся деньги или я приобрету эту вещь потому что если она на самом деле не нужна тогда вам не следует покупать ее только потому что у вас есть прекрасная машина и вот вы хотите еще лучшую машину более крутую машину это не означает что вам ее нужно приобрести прямо сейчас или вам нужно переехать в более просторный дом прямо сейчас если это подразумевает что вы окажетесь в еще большем долге и это захватывает ваш разум давит на ваш разум и все это за платежей которые вам нужно выплачивать и это превращается в настоящее время время захватывает ваш разум и вы не слышите идеи концепции у вас нет понимания поэтому что же господь сказал я запрещу пожирающим истреблять у вас я защищу вашу жизнь во вторых он сказал я защищу ваше существование я не позволю пожирающим войти в вашу финансовую сферу не дам украсть ваши финансы или украсть ваши финансовые возможности или финансовые идеи которые я дам вам я защищу вас например вы купили новый холодильник вы заплатили 10 тысяч долларов за него вы забрали его из магазина привезли домой а потом вы решили продать его уже на три сотни меньше и вы теряете когда вы что-то покупаете машину например и позже когда вы хотите продать его вы отдаете вещь за меньшую цену есть миллионы людей в теле христа господь сказал мне и над ними нет защиты над их существованием нет защиты но когда они начинают давать десятину как семя веры смотрят на меня и ожидают идеи от меня концепции понимания и они ожидают от меня защиты тогда будет совершенно новый мир и он сказал во-первых будет мое благоволение самый унизительный опыт я переживал своей жизни время от времени я думал что ко мне нет благоволения что мне не было божьего благоволения что у меня не было благоволения от людей есть миллионы людей у которых на самом деле нет благоволения но бог сказал что он и зальет благословение он даст вам свое благоволение и если у вас есть благоволение самого бога тогда он даст вам благоволение многих людей и будут открыты возможности для вас я рассказал вам о женщине я и моя жена однажды столкнулись с ней у нее были все эти кредитные карточки у нее был долг проценты доросли до 7000 ей даже трудно было прийти к нам после того как она вернулась церковь начала делиться словом божьим она начала снова жертвовать давать десятину и она начала читать ее библию она начала поклоняться богу бог послал в ее жизнь человека посвященного христианина и кто-то пришел в ее жизнь и подарил почти новую машину дал машину в качестве подарка она была так шокирована что не знала принимать этот дар или нет и она пожертвовала старую машину отдала на благотворительность и сидела в новой машине которой пользовались до этого лишь один год и она была выплачена этим человеком и она сидела в той машине несколько часов дело в том что богу принадлежат деньги бог дает свое благоволение бог защищает наше существование бог забрал у нее старую машину и дал новую она и ничего не стоило я не знаю что бог сделает для вас но я знаю что если вы заключите завет том чтобы отдать свою жизнь богу и вы поймете в своем духе вашем разуме что именно богу принадлежит все вы принадлежите ему ваша жизнь принадлежит ему все принадлежит ему и он просит принести десятины 1 доллар который вы получаете 10 процентов от каждого доллара который вы получаете он сказал принесите все десятины от плодов десятую часть от плодов и знаете какой же первый плод возьмем например 10 процентов от яблони вы понимаете что кто-то посеял семя это дерево чтобы она росло и давала яблоки и вы отделяете первые плоды и в нем есть семя и это семя произведет много других деревьев и я хочу сказать вам следующее бог напомнил мне эти вещи он открыл их мне много лет назад я не говорил о них ранее он говорил определенные вещи еще раньше видение подобному этому он сказал десятина это не долг который вы должны отдать но это семя которое вы сеете и он сказал что многие проповедники говорят что десятина это не семя только приношение это семя но десятина это первые плоды и она не долг который вы должны отдать если люди у которых достаточно денег но они не хотят дать богу что-либо вообще и в новом завете сказано что иисус заплатил за долг поэтому когда вы даете десятину вы даете на божью работу и всегда помните о своей поместной церкви когда вы делаете это вы даете первые плоды и вы сеете семя вашей веры чтобы бог открыл окна небесные чтобы излились идеи концепции понимания на вас во вторых чтобы вы были защищены и в третьих чтобы он дал вам благоволение и господь сказал мне когда мой народ начинает попадать в долги и они не могут давать потому что тем они глубже попадают в долг тем меньше у них шанса давать они попадают зависимость и это мировая система не от бога бог говорит у меня моя система и когда они попадают в долг когда они не могут платить из-за долгов на них всходит бремя и тогда они мучимы им в таком случае мое евангелие больше не распространяется и тогда я не могу защитить их не могу благоволить к ним христос пошел на крест и пролил свою кровь чтобы заплатить за ваши долги долги греха долги мучения долги бремени долги финансового недостатка и он хочет защитить ваше существование дать вам и защитить вас даст вам свое благоволение если у всех у нас будет божье благоволение тогда он нас избавит от наших долгов и мы получим как божью защиту от долгов и и постоянно будут приходить идеи концепции понимания наш разум и тогда у нас будут деньги чтобы мы могли поддерживать наши семьи и наши жизни у нас будут деньги чтобы давать богу десятины приношения у нас будут деньги чтобы мы могли поддерживать его церковь и у нас будут деньги чтобы мы могли поддерживать проповедь евангелия всем народом которые еще не стали свидетелями или там было мало свидетельства и он сказал что евангелие должно быть проповедано каждому творению он сказал и залью от духа моего на всякую плоть хорошо ричард я не слышал этого послания других людей и я никогда не говорил людям ранее подобных вещей я никогда не встречал раньше тех кто бы говорил эти вещи возможно что есть такие люди я уверен что есть не только я но что-то особенное происходит в моем духе я говорил со своей женой ивлин об этих вещах и ты второй человек с кем я поделился этими вещами тем что произошло две ночи назад что-то произошло с уралом робертсом и я хочу сказать вам о последней части десятины и ивлин сейчас начал отдавать ее мы слышали первую часть видения бог дал мне первую часть видения и он показал как мы согрешили и нам нужны новые идеи особенно в нашем возрасте относительно нашего здоровья относительно нашего финансового благополучия чтобы мы сами о себе заботились и не были зависимыми от детей и бог будет продолжать давать нам свое благоволение и мы начали говорить друг с другом об этой части десятины и мы увидели ее в свете трех вещей мы начнем давать ее на этой неделе мы будем сеять великие служения на этой земле которые несут евангелие в самые большие собрания в истории во всем мире на земле в служение исцеления в дополнение к тому что мы делаем для поместной церкви когда мы приняли решение это делать слезы начали течь по нашим щекам и мы подумали мы обновляемся в наших телах и в нашем духе потому что мы возобновили наше даяние богу десятина принадлежит ему и небеса дают нам новые идеи небеса защитят наше существование на земле чтобы мы не попали в долги и небеса дадут нам свое благоволение и я хочу сказать божьему народу это призыв к пробуждению будьте готовы ко второму пришествию христа вот что он мне сказал пока ты говорил у меня возникло так много вопросов и ко мне пришла мысль как же мы будем финансировать урожай человеческих душ последних дней без денег это же невозможно проповедовать евангелие народом есть более 200 народов и все эти народы люди принадлежат этим народом как же можно осуществить эту проповедь я знаю что несколько лет назад бог дал имена сорока нации эти нации представляют другие нации как я могу это осуществить я беру библию учебный материал и все это стоит денег и я понимаю причину почему бог призывает к пробуждению потому что мы должны совершить труд как христиане ведь мы живем в последние дни это очень хороший вопрос который задает орал робертс и ричард робертс свете этого видения которое мне показал бог хочу сказать что каждый пастор каждый учитель каждый евангелист должен задавать тот же вопрос ведь бог на самом деле сильно впечатлил меня ведь бог на самом деле сильно впечатлил меня несмотря на то что я люблю народ божий что многие его церкви и его лидеры пасторы евангелисты учителя апостолы пророки у них есть страх давать десятину и некоторые из них вообще не дают десятину и он сказал многие из моего народа даже не знают о десятине он сказал пастора читают об этом говорят давайте принесем десятины но они не объясняют что же я дам им что я и залью идеи концепции понимания чтобы когда они приносят свои десятины приношения господу что я защищу их жизнь я дам им свое благоволение и прежде всего я дам его служителям несущим проповедь евангелия потому что мое служение должно иметь поддержку и ты сказал что бог показал тебе лишь малую часть всего десятине есть многие кто верит что десятина это в прошлом она закончилась с ветхим заветом благодаря смерти и воскресению иисуса христа и вместе с этим принцип десятины прекратил свое существование он был установлен авраамом и он уже в прошлом и многие по этой причине не дают десятину ты можешь поделиться своим мнением у меня есть два понимания этого вопроса прежде всего авраам исаак и иаков являются нашими патриархами и они были первыми с кем бог заключил свой завет и мы как христиане унаследовали его десятина начала свое существование с них а затем 400 лет спустя моисей вел детей израиля из египетского рабства и десятина была установлена для всех детей израиля и когда пришел иисус через несколько сотен лет он исполнил ветхий завет который бог заключил с авраамом исааком и иаковом и затем с моисеем и сынами израиля или еврейским народом и он принес новый завет он сказал о десятине вы должны давать десятину и не оставлять и других вещей милости суда или справедливости веры любви он сказал тем самым то что вы даете десятину недостаточно это всего лишь часть это всего лишь часть которая показывает господство бога и от нее нельзя отказываться вы не верите что у бога серебро и золото если вы не будете верить богу что он может дать деньги ваши руки и никакой человек не сможет воспрепятствовать этому если вы не верите тогда вы будете в системе этого мира в системе кредитных карточек в долгах проценты будут расти пока вы не будете вне себя от этого вы импульсивно покупаете какие-то вещи или то что вам не нужно у вас просто начнется хаос вашей жизни на вас будет это бремя и она будет мучить вас постоянно вы не сможете расслабиться в вашем разуме быть свободными финансовое будущее на долгах я хочу сказать вам что вы можете быть свободными от долгов иисус сказал вы должны давать десятину не просто давайте десятину идите потом в мир не имея при этом божьей любви не имея при этом милости он говорит вам как будто о том как две руки вместе вот так соединяются в одной руке есть сила и в другой руке есть сила и когда я соединяю вместе тогда появляется двойная сила соедините вместе свою десятину веру милость любовь вашу ежедневную христианскую жизнь и тогда у вас будет то что желает от вас бог и тогда вы поймете хорошо давайте я объясню вам расскажу одну историю у моего друга была церковь за рубежом с вещанием через спутник и в одно воскресное утро он дал поручение 35 работникам в офисе которые готовились начать миссионерский труд начать это служение они спланировали что один два или три миссионера будут в одной стране и 23 будут в другой стране и все 35 будут распределены по нескольким странам я сказал когда вы пойдете к одной или трем душам учите их о десятине о божьем господстве не только о спасении но о том что десятина принадлежит богу и когда у вас уже будет 10 человек тогда подумайте о том как же их организовать в тело христова и как же их научить десятине о том как проповедовать евангелие и как достигнуть уже 30 и еще 30 вскоре и у вас уже будет множество людей приобретенных для царства божьего и вы будете учить уже целые нации и таким образом вы принесете евангелие каждому творению в том регионе вышло лишь 35 человек тогда на сцену и он сказал что я строю всю церковь на следующем когда мы получаем десятину и приношение в нашу церковь мы достаточно оставляем чтобы поддержать нашу поместную церковь и служение в том например регионе чтобы кормить голодных помогать людям чтобы люди спасались и исцелялись чтобы была построена поместная церковь но все остальные деньги мы посвящаем тому чтобы отправлять миссионеров к другим народам и мы подумали боже если каждая церковь будет использовать только достаточное для нее количество денег чтобы поддерживать поместную церковь и чтобы она брала остаток дохода использовала его для проповеди евангелия каждому творению тогда бы бог дал идеи концепции понимание с небес мы живем в последние дни все уже идет по нарастающей я думаю о втором пришествии христа бог проговорил ко мне в этом видении еще в первой части этого видения что все идет по нарастающей по определенному направлении господь грядет кто-то будет готов а кто-то нет и когда будет восхищение церкви а потом будет высвобожден антихрист в этот мир и люди примут знак зверя число 666 он будет выдавать себя за бога и произойдет второе пришествие господа и с ним вернуться все святые на землю и бог даст новую землю и и люди станут новым творением и бог совершит все эти вещи открыто хочу сказать вам что это будет невероятным моментом и тело христова должно выйти из долгов несомненно и все должно начаться с таких проповедников как я с таких проповедников как ты ты идешь к сорока нациях мы как проповедники учителя евангелисты пророки апостолы должны сами начать приносить десятины чтобы приобрести благоволение от бога чтобы получить божью защиту над нашей жизнью чтобы мы могли процветать чтобы быть примером для наших людей как жить без долгов и процветать переживать божье благоволение получать идеи с небес мы должны стать ключом